Чемпионат Европы по футболу во Франции это не только игра, болельщики, фан-зоны, это еще и отличная гастрономия. Во Франции сумасшедшая высокая кухня. И давайте мы расскажем немножко о ней. Мы сейчас находимся недалеко от Бордо, в деревеньке Кап-Ферре. Говорят, что здесь самые вкусные устрицы во Франции. Не знаю, говорят ли правду, но мы сейчас это проверим. Местные говорят, что у устриц существует пять размеров. Это, судя по ее величине, где-то второй или третий. Считают обычно в обратную сторону. То есть первый размер – это самая большая устрица. Немножко солоноватый вкус. Это как раз-таки отличительная особенность устриц Кап-Ферре. Приезжайте и обязательно попробуйте. Всего лишь час езды от Бордо, и вы уже на месте. Чем уникальна Франция, что каждый регион он прекрасен по-своему. Если вы приезжаете в Бордо, конечно, это вино. Конечно, это устрицы. Особенно, если ты находишься на побережье. Когда приезжаешь, не знаю, куда-то на север, там, где даже не производится вино. Но там есть кальвадос, если брать там нормандию, если не ошибаюсь. Итак, я в Леоне. А в Леоне что нужно делать? Правильно, есть. Я уже готова придаться гастрономическим оргазмам. Леон – это кулинарная столица в Франции. Это черный пудинг с картофелем и яблоками. Буду есть вот только ради вас, друзья мои, потому что, как сказал вы, Требузев, опасно. В Франции обеденное время длится, ну, где-то 12 час и до днем. А дальше ничего невозможно поесть, кроме известной сети фастфудов. Минутка гастрономии. Говорят, что в Тулузе самый вкусный кофе. Не знаю, правда это или нет, потому что я только что это придумал. Просто очень захотелось выпить кофе. И мы сейчас попробуем, насколько он классный именно здесь. Презамечательный хозяин этого места позволил нам просить святая святых. Такие миниатюрные, тощенькие багеты, которые потом смекают и представляют настоящее искусство французской курины. По крайней мере, личный я их очень сильно обожаю. Я взяла очень вкусный багет, который уже пробовалась здесь. С сыром командир, помидорами, медом и миндалем. Сейчас состоится первый укус в нашем рандаре. Манифик. Пахнет божественно. На вкус горячий. Франция удобна еще и тем, что в каждом городке, в Маломальском, есть свой рынок. Можно купить все, что угодно. Начиная от фруктов, заканчивая французским сырами. Смотрите, что мне дали на сдачу. Мою любимую черешню. Одну мне. И одну тебе, мой любимый режиссер. Итальянца, ну и естественно, который болеет за Италию. Во время съемок нашей программы приходится очень много ходить. Вдалека вы тоже увлекаетесь. Шагомет в телефоне. И вот, например, у меня 34 тысячи шагов. Я бы не справилась с такой задачей и не находила бы 22 километра, если б на завтрак не выпила. Мой любимый протеин от Energy Pro, на сей раз со вкусом клубники. Мидии здесь абсолютно замечательные. Ловятся вот здесь же, прямо на берегу. Свежепойманные, свежесваренные, друзья. Это просто нужно пробовать. Делается это вот так. Открывается мидия. Вилочка, пожалуйста. Берется вилочка. И пробуйте. Боже, какой нам футболк. Сейчас нам взвесит наши футбольные мячи. Два мяча, один еблок. На, держи. Пошли есть. Шоколадный мячик. Ммм, спрылины внутри. Очень вкусно, друзья мои. Оказывается, футбольный мяч очень вкусный. Бывает. Но настоящий я бы не стала, конечно, пробовать. Кстати, в кофей мы зашли не просто так, а чтобы сделать ставку, как законно и безопасно сделать ставки в интернете. Для этого вам нужно совершить ряд простых действий. Пройти онлайн-регистрацию на сайте www.ligastavak.ru, а затем на сайте Центра учета перевода интерактивных ставок. Для окончательной идентификации в системе вам остается только лично явиться с паспортом в ближайший клуб ПК «Лига Ставок». Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ